Продолжение следует... Сейчас пойдем немножко уля, прикроем крыши, потому что может быть неприятность. Куры попрятались уже вон, как говорится. Ну, маленький дождик находит уже. Давай спустимся на низ, посмотрим, что сделать надо. Итак, уважаемые, вот у нас... О, градусник снесло, тот висел градусник уже. Куда ж его снесло, только что смотрел, а? 15 градусов было, вот это да! Упал, где-то унесло его. Надо же, всю дорогу висел вот здесь, обломался и улетел. Не вижу, куда он улетел. Было 15 градусов, температура упала. А, вот он, вот он. Вот, видите, обломился. Вот, здесь сейчас показывают 18 градусов. 17-18, было 15. Ветер подул и обломал его, он уже давно висел у нас. Вот, видно или не видно? Да, видно. Красно. Видно? Хорошо видно. Я уже заснял, пошли дальше. Отлично! Итак, друзья, на дворе обещают прогнозы такого порядка. Через два часа должен захватить более сильный шторм и ураган, как говорится. Мы немножко профилактику хотим сделать. У меня тут бревна лежат. Хочу на крыше поставить. Вот. Прикрыть крышу, чтобы не сдулась булевка. Вот. Что-то сделаем. Надо было раньше, но мы не успели. Как видите, уже немножко лужи, лужи, лужи здесь уже пошли. Нас земля глинистая. Вот. 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 Это еще терпимо. У нас обещает низкого качества. Но все равно уже ветерок очень сильный стоит. Вот. Может на голову упасть кто хочет. Вот. Тут у меня такие бревнышки лежат. Вот. Иганы. Сейчас мы их на крыше поставим. Вот. Немножко. Прикроем. Вот. Прикроем хоть немножко. Вот таким образом мы их сейчас поприкрываем. Вот в краю обычно сильно живет. Тут что можно прикрыть, прикроем. Давай сюда глянь. Чёрный паук. Это который паук, который укусит в нашей местности. Прикроем. Он уможет человека, особенно по весне, умирить. Берем все, что у нас тут есть, что тяжелое, чтобы положить сверху. Вот так мы можем вверх. Прикроем. Вот так вот, в порядке. Сложим. Сюда. Положили. Несем. Все, что под руками тяжелое ставим. Через два часа обещают. Ветерок. Ну правда не сильно. Тут у нас осадки обещают. Но ветер все-таки захватывает. Уже по компьютеру показано, что работает. Уже работает. Уже дождь пошел. Вот. Поэтому мы самые примитивные меры принимаем. чтобы ветер не посдувал. Вот. Особенно те, которые нестандартные, наверху стоят. Их надо прикрыть. Вот. Берем все, что тяжелое у меня под руками тут было. Я беру и складываю. Временно-временно накрываем все, что тяжелое. Кирпичи, камни. Все, что тяжелое. Кладем, кладем. Обычно с краю зацепляет. Ставлю с края и прикрываю гречет. Делаем предупредительные меры, чтобы сохранить хоть кто-то. И не смогу это вообще. Правда у нас светочка. Но, оно все равно захватывает. И не случится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Позвонил на работу, я работаю на BMW Дневная смена еще работает На вечерние после 5 часов будут объявлять Сказали Возможно на работу не пойдем Потому что подлог проходит на трассах Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пчелы конечно ждут кормежки Надо прикрыть вот эту штуку Легко Идем еще немножко прикроем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кольцо которое стоит Может и у нас упасть на машину Пожалуйста Дима Тимофей отбери свою машину В ожидании как говорится Сынок у меня Как это называется Сынок Синамин базилик Очень хороший запах Потому что уже может Все перемутить И он все собрал Вот это на ухате у нас подсыхает для чая Вот уже вот он нащипал листочки Это другой сорт Это крышно Это крышно сорт индийский Очень хорошее, полезное для здоровья Там у него расписаны Целые листы И вот так он срывает А потом у нас есть Такая сушильная аппарат Машинка такая Наподобие мокровее Туда вставляешь и включаешь Какую надо температуру Разлаживаешь на полочке и оно высыхает Итак друзья, это предварительно Вот так он общипает Может оставить здесь на столе Оно тоже может подсохнуть Потом листья пособирать Можно собрать мешочки Такие мешочки Бумажные мешочки И оно будет открыто Главное не закрывать, чтобы он не пропал Оно высохнет И в помещении оно все высохнет Итак друзья, пойдем на низ пока в ожидании Сейчас мы посмотрим, что будем делать на низу Итак, это мы в подвал спустились Вот мой сынок Позрывал все кусты Это называется У него Cinnamon Basilic тоже Cinnamon Basilic тоже Еще обрабатывать Вот он еще цвел А, нет, нет, нет Вот это лафанта Это лафанта Это все цветочки Я смотрю на лафанту И запах лафанты, да? Очень хороший запах И полезно для здоровья Тонизирующий напиток Дает энергию Силу И для пчелы Опыляют И для бани Бани классно И в бани вообще хорошо Запах такой раздается Если у вас есть банька То это прекрасная вещь для бани Запариваете Ох и приятно А удовольствие Сто процентов Уже в Болгарии можно заказать Где заказать? Семочки Болгарии 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 У них много растет там А в Болгарии На интернете можете заказать Лафан Болгария И найдете семена вам вышлют Нам выслали Мы розетовали Пожалуйста Проходи сюда Это у нас тут подвальчик Мы Так сказать Пользуемся Вот еще у нас Он тут посрывал Все это хозяйство Чтобы ветер и дождь Это все не замулило Грязью не заилило Как говорится Вот оно Оно будет лежать Сохнуть Тепло Не пропадет Потому что В помещении всегда тепло Как говорится Вот так вот Семена собирают Отсюда С этих вещей Семена вот эти Вот Оно подсыхает Вот Особенно видно Подсохло И вот так вот Струсиваешь Вон уже Пару семян Выпало Видите Пару семян Черных Видно? Да Видно Я уже Заснил Вот так вот Струсиваешь Вот еще Третья Упала Четвертая Семочка И так Собираешься Эти семена Итак Друзья На дворе Мы в ожидании Как говорится Расскажем Как я Использую Вот у меня Два ящичка Которых я Складываю Баночки Эти баночки Для кормежки Сахарным сиропом Они пустые Я уже их принес Сейчас покажу Как я работаю Станю вот сюда А я покажу Как мы работаем Здесь Вот Это работает Вот так Эта баночка Почти 2 литра Больше чем 2 литра Она предназначена Для резкой Закормки Семей Пчелосемей Для чего резко Ну Когда уже холодно Подпирает вас Уже Нету времени Вы тогда Ставите Как можно Больше баночку До 3 литров Как говорится Ну Это около 2 литров Съели Еще Съели Еще Съели Еще То есть Автоматически Смотрите Кто-то закармливает Кульками Но это очень удобно Не надо открывать Даже при такой погоде Когда дождь Ветер Вы крышечку Приоткрыли Я вам показывал Баночку перевернули Поставили И все Это займет у вас Буквально Несколько минут Как говорится Все это можно делать Внутри помещения Открываете крышечку Вот Сложиваете сюда Я покажу Небольшой процесс Некоторые пчеловоды Просят Рассказать Как это работает Значит Первое Это для быстрой закормки То есть У нас есть Семьи на пасеке Сильные Есть Семьи Средние Есть слабые Слабые Средние Средние Может быть Нуждаются Еще в развитии И если позволяет Погода теплая Мы можем Давать Меньше Баночку Меньше Баночку Это около Литра Баночка Вот Это около Семьсот граммов Вот Итак У меня Три сорта Баночек Вы должны Понять Это Семьсот Граммовая Баночка Рассчитана На слабые Семьи Они потихоньку Берут Они не могут Взять Много Еще есть Возможность Около Два Месяца Мы на Юге Живем А пчелы Развиваются И Они Постепенно Откладывают Излишки В это Само Они не Могут Сразу Все Переработать Сильная Семья Перерабатывает Сразу Вот Такую Баночку Очень Быстро Перерабатывает Средняя Семья Чуть Меньше Вот И Поэтому Я Распределил На Три сорта Баночки Вот Сейчас Покажу Что я Делаю Как я Это Делаю Вот И Как Происходит Процесс Чтоб Вы знали Как Это Быстро Работает Тем Более На Дворе Дождь Ветер Но У нас Всегда Будет Подготовлена Так Сказать Кормежка Как Только Что-то Прекратилось Если Надо Мы Их Кормим Еще Продолжаем Кормежку Итак Вот У нас Мешок Сахаром Вот Мешок Сахаром И Вон Два Мешка Лежат Сахаром Можешь Туда Показать Вон Два Мешка Вот Поверни Если Видно Видно Хорошо Вот Делаем Так На Глазок Берем Кружечку Мерную Какую Вы Хотите Можете Настроить Ровно Вот Потому Что У меня Разные Банки Кружечка У меня Разного Сорта Засыпаем На Глазок Чуть Больше Половины Чуть Больше Половины Ну Половину Это Будет Нормально Вот Вот Так Засыпали Баночку Чтоб Вам Понятно Было Видите Можно Еще Чуть Чуть Добавить Ничего Страшного Если Чуть Чуть Не Растворилась Итак Таким Образом Я Насыпаю Я Покажу Один Ящичек Я Не буду Все Затрагивать Ваше Время Но Покажу Какой Этот Процесс Работает Чтобы Вы Так Сказать Имели Практику Некоторые Просят Обновить Обновить Как Помещение Ветер Не Дует Вы Можете Работать Быстро И Хорошо Пол Баночки Раз Пол Баночки Раз Итак Улья У вас Уже Пронумерованы Вы Уже Знаете Какая Семья Сильная Какая Слабая Семья И Таким Образом Вы Очень Быстро Пришли Расставили Баночки И Опять В Помещение Крышу Закрыли Это Даже Можно Делать И В Лежаках Это Говорится И Многокорпусных В Любых Ульях Это Можно Настроить Главное Что Главное Что В Этой Ситуации У вас Пчелы Не Кусают Все Остальные Процессы Которые Требуют Открывания Гнезда И Ставить Туда Гарантии Нет Что Оттуда Не Вылетит Пчелка Старенькая И Она Вас Не Укусит Она Обязательно Вас Заканчивается А Раз Ее Жизнь Заканчивается То Она Лучше Как Говорится С Пользой Дела Защитить Гнездо Лазят Тут По Осени Разные Открывают Гнездо А Мы Уже К Зиме Готовимся Вот Так Я Налил Этот Галлон Воды Наливаю Вода Теплая Вода С Крана С Обыкновенного Не Подогретая На Улицу Которая Выходит Для Поливки Вот Как Говорится Мойки Посуды В помещении Да Даже Не горячая Простая Холодная Вода Вот Так Доливаем Баночку Полно Вот Доливаем Полную Баночку И Все Это Происходит Очень Быстро И Никаких Проблем Но Главное Что Вы Добиваетесь Того Эффекта Что Вам Баночки Всем Если У вас Сильные Семьи Если Вам Надо Еще Продлить Так Сказать Развитие Семьи И Вы Тогда Маток Не Закрываете А Матки Сеют Ну Вы Даете Им Как Говорится По Литру Приблизительно А Если Вы Хотите Еще Слабые Семьи Они Меньше Берут То Им Даем По 700 Или По 500 Граммов Баночка То Вы Сами Убедитесь Если Слабая Семья Она Будет Брать Понемножку Она Не Сможет Это Взять Большую Дозу В Основном Берут Сахарный Сироп Хорошо Старые Пчелы Молодые Пчелы Даже Они Если Только Вывелись Они Просто Практически Не Могут Перерабатывать Они Просто Их Много И Вы Скажете Что То Не Берут Вот Но Старые Очень Хорошо Перерабатывают И Поэтому Пчеловоды Используют Этот момент К осени Когда Много Старых Пчел Дают Закормку И В этот Момент Используют То Чтобы Нарастить Пчел В зиму И Нам Нужно Два Варианта Докормить Семьи Один Вариант И Второй Вариант Чтобы Эти Семьи Пошли В зиму С Молодой Пчелой И Поэтому Мы Даем Прикормку В разных Емкостях Как Говорится Если Здесь Семья Сильная А там Даем Побольше Если Семья Слабая Даем Поменьше А где Слабше Еще Меньше Даем То То есть Уравновешиваем Процесс Развития Семей Чтобы Они Подогнали Своё Развитие К Зимовке И В Конечном Итоге Если Слабая Семья Развилась Хорошо Но Не Хватает Там Мёда То Мы Уравновешиваем От сильных Семей Берем Немножко Мёда Добавляем Слабой Которая Успела Набрать Пчелу И Чтобы Они Пошли С хорошими Кормами В зиму И так Вот так Вот этот Процесс Делается Сейчас Я Закончу И покажу Дальше Что мы Делаем Это Занимает Немного Времени Вот так Вот Ложкой Простой Размешивайте Это Почему Я показываю Самые Простые Методы Потому Что Пчеловоды Разные Есть И Молодые И Старые И Женщины И У них Нету Хороших Инструментов Чтобы Быстро Развить Обычно Пчеловоды Имеют Одну Две Семи Три Десять Развивающихся И Для них Выгодно Иметь Тот Инструмент Который У них На Кухне Баночки Всегда Есть Ложка Всегда Есть Сахар Всегда Есть Не Надо Лишних Проблем Создавать Каждому Пчеловоду Он Знает Как Это Делать Размешал Ложечкой Даже Эти Баночки Может На Поднос Поставить Или Как Я Сделал Ящичек Вот Такой Ящичек Пожалуйста На 8 Баночек И Это 8 Баночек Приблизительно 8 Литров 8 Литров Это Не Тяжело Понести Ведро 8 Литровое Любому Человеку Даже Старому Человеку Если Вам Будет Тяжело Бывают Больные Люди Сделайте На 4 Литра 2 Ящичка По 4 Баночки Вы Можете Спокойно Отнести Раз Потом Отнести Другой Раз То есть До 10 Ульев До 20 До 30 Можно Это Спокойно Заниматься Чем Выгодно Некоторые Закормил И Все Бывает Закормил И Все За Зиму Идут Всегда Убытки Почему Идут Убытки Я Вам Скажу Зимы Бывают Разные С Оттепелями И Облетом Пчела Бывает Съела С одной Стороны С другой Стороны Осталась Или Ранняя Весна Поели Мед Остается С боков То Это Выгодно Всегда Подкормить Даже Весной Можно Подкормить Кто-то Ложит Лепешки Кто-то Ложит Рамку На бок Ложит Распечатывает Сверху На рамке Вот По-разному Люди Подкормят Кто-то Сбоку Но Главная Проблема Почему Возникает Зимой И По весне Так Сказать Эти самые Потери Семей Потери Температуры Заморозки Холодно Жарко И пчела Греет Расплод И поэтому Не может Сбежать С этого Расплода Она его Греет И даже Она не Не бросит Его Потому что Даже умирать Будет Хотя Рядом Будет Рамка Стоять Через Одну Полная С медом Итак Друзья Вот я Уже Размешал И буду Это Самое Закрывать Пожалуйста Покажи Сюда Вот Закрываю Быстренько Вот так Позакрывал Вот Очень Легко Быстро Закрывается Вот так Раз Раз Здесь Дырочки Пробиты Пробиты Полтора Два Миллиметра Вот На солнце Чего-то Туда Можно Видеть Вот Если Ты Увидишь Вот На Полтора Два Миллиметра Вот Закрываем Это Вот Все Любыми Крышками А бы только Это самое Они Прижимались Плотно С резиночкой Как Говорится Итак Друзья Вот так Мы Сделали Быстро И Хорошо Ставим Баночки Сюда Вот Для Равновесия В разные Стороны Вот Уравновешиваем Вот Так Вот Порядка Ставим Разных Сортов Баночки Крупные Две Средних Вот Несколько Штук И Мелких И Стараемся Пожалуйста В такой Ситуации Мы Запросто Можем Отнести Их На улицу Даже Если На улице Дождь Непогода Ветер Мы Всегда Можем Взять Это Вот Так И Понести Кто-то Говорит Пожалуйста Покажите Еще раз Ну Мы Покажем Еще раз Пойдем Покажу Как Это Я Делаю Немножко Это Самое Дождик Прекратился Но Ветер Еще Есть Ожидаем До До Пяти Часа Полтора Должна Быть Основная Масса Захватить Этот Край Ирма Да Этого Урагана Ирма Должна Захватить Этот Край Вот Сейчас Немножко Стихло Вот И поэтому Я вам Покажу Как я Работаю Вот Дыру Баночку Показываю С дырочками За счет Вакуума Немножко Капнуло Вниз Но Не Чечет Больше Открываем Открываем И ставим Вот так Вот Тут сеточка У меня На сеточку Пчелы Уже ожидают Тут черные Пчелы Вокруг сидят Вот таким образом Я быстренько Ставлю 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 Вот Беру еще По две баночки Беру И ставлю Вот таким образом Раз Вот Вот пчелки Сидят там Внизу Вот Раз Только И поставили Они обсасывают Еще раз Вот так вот Переворачиваю Три капли Капнуло И все идет На низ Ставлю Нормально Там сеточка Конная сеточка Обыкновенная С окна Как говорится Это займет Очень мало Времени У вас Дождь Дождь Всегда Способны Будете Поставить Выйти Вот у меня Баночка Пустая Уже Поставим Другую Вот так Поставили Другую Сюда Ставим Поменьше Вот Поставили Поставили Одна До встречи Бай Продолжение следует